Ну всё, держи ребёночка. Попробовать могу? Но в основном готовлю ночью. Я занимал высокую должность в сфере строительного бизнеса. Это мужик, который продаёт зефир. В ассортименте должен присутствовать ещё такой продукт «Спутник». Ну вот в среднем, в месяц сколько выходит? Чистыми. Да. Моя мама, она вязала шарфы, шали, поэтому я хлеб сама занятых хорошо знаю. Если бы там были такие выручки... Я бы уже была миллионером. Да. Получается, чтобы были хорошие продажи, нужно отрастить косу, усы такие, как у Мюнхгаузена, бороду и всё попрёт. Людям нужно обязательно выбирать. Такой стойкий клубничный аромат, подписчиков ждёт розыгрыш. Риски, похоже, согрелись. Это что значит? Это будет вкусно сейчас мне. Всем привет, это снова влог «Самозанятые». Герои сегодняшней передачи – это Бернара и её супруг Ильдар. Кстати, они мне написали в директ о том, что занимаются дома домашним зефиром. Если вы тоже специалист своего дела, напишите нам в директ, и мы обязательно снимем про вас крутой выпуск. Ну а сегодня пойдём пробовать вкусняшки и разбираться в этом сладком бизнесе. Сколько стоят продукты, как можно сделать сайт, и как разговаривать вообще с антимистанцией, когда ты готовишь дома домашний свой настоящий зефир. Пошли пробовать вкусняшки. А у них уже закрыты. Ну всё, держи, ребёночка. Элли, держи. Всё, я готова. Готова к съёмке. Да, готова к съёмке. Расскажи, как добралась, как решила вообще заняться тем, что сладким бизнесом, твоим сладким бизнесом. Ну это как-то само собой получилось. Я никогда не умела готовить, вышла замуж. И в один прекрасный день я сидела и думала, чем бы заняться вообще. Перебирала, перебирала идеи, и вот как-то так вышло, что набрела на группу кондитерскую. И мне понравилось, и я начала развиваться вот в этом деле. Сначала мы занимались тортами, а торты как-то не зашли, и мы перешли на зефир. Смотри, вот здесь 6 штук, да, ты говоришь? Да. Ну, как бы, условно говоря, здесь 4,5. И сколько стоит вот такая коробочка? Такая коробочка 450 рублей. Потому что каждый цветок, это делается вручную. Слушай, ну дороже, чем в магазине. Ну, во-первых, тут ягодное пюре. Мы его делаем тоже сами. Каждый цветок тоже делается вручную мной. А где покупаете ягодное пюре? Или сами делаете? Сами делаем, как бы, из обычных ягод простых. То есть черносмородина, вишня, клюква, клубника, малина. Это мы все делаем сами. Экзотические покупаем, как бы, уже в магазине готовые пюре. Это там манго, маракуйя, вот такого вот. То есть вот это вот такая вот роза. И вот под ней еще вот такая вот ложка. Еще одна зефирка? Да. Ну, это половинка зефирки, получается. Поменьше. Да. Слушай, ну в магазине зефир стоит рублей 200, наверное, да? 180-200. Ну да. У тебя 450. Как клиенту объяснить, почему тебя нужно покупать, а не в магазине? Ну, это вручная работа. Угу. Раз. Это вкус. То есть у нас насыщенный ягодный вкус. Мы специально уменьшили сахар практически в два раза, чтобы почувствовалось больше не сладости именно, а вкус самой ягоды. Попробовать можно? Конечно, да. Ну я маленький возьму, ладно? Смежу. Друзья, любите сладости, как я? Тогда пишите нам в комментариях. Во-первых, он нежный, не такой вот. Ммм, трудно. И он не сладкий, он не приторный. По ним зефир, ты еще и занимаешься, как я знаю, и рисками. Да, мы делаем риски, у нас 8 вкусов сейчас. Это ручной работы? Да, сами делаем. Это вот уже заготовка или готовая? Это готовая, да. Просто они были сейчас в холодильнике, им нужно немножко постоять перед тем, как вот ее съесть. И она станет более мягкая, более тягучая. Ну и из чего же вы это все делаете? Из чего делаете зефир? Из чего делаете риски? Расскажи про зефир. Зефир мы делаем, у нас как бы 5 ингредиентов. Это агар-агар, фруктовое и ягодное пюре, яичный белок, сахар, ну и просто вода. Так, где берете яблочное пюре? Сами в огороде, в саду выращиваете? Нет яблочное пюре, покупаем яблоки Грэнни Смит, в крайнем случае Симиренко или Богатырь. Но вот осенью берем Антоновку, потому что она идеальная, она очень кислая, она рыхлая, с нее быстро получается пюре. Как бы вот основные наши 4 вида яблок. Ягоды тоже берем, покупаем, либо делаем заморозки летом. Мама нам помогает, у нее большой как бы огород, она нам дает малину, клубнику, черную смородину, вот. Мы заготавливаем и заморозку. Для зефира, наверное, нужны яйца. Да, яйца. Мне же нужно еще обрабатывать, там, не знаю, ацельмонеллеза, то есть. Санкт-пеностанция вообще приходила, когда никого? Нет, не приходила, но как-то мы были на одной ярмарке, и там был человек, работающий в Роспотребнадзоре. И она ходила по всем и смотрела. Себестоимость одной пачки вообще какая? Ты еще все посчитать? Если все посчитать. Агар-агар, пасту, яичный белок, вот сколько все? Ингредиенты вместе с работой, вместе с как бы затратами, ну где-то на порцию выходит. Где-то 400-450 рублей. Подожди, порция это одна упаковка? Нет, порция это в смысле, а здесь на одной порции получается где-то от 18 до 21 зефирки. А, понятно. 18 на 6, то есть условно это 4 упаковки? Ну, где-то 3-4. У нас есть 4 упаковки в зависимости от размера самой упаковки. То есть у нас есть упаковка на 3, на 6, на 12 штук, то есть стандартно. Ага. Когда готовишь, где дети находятся в этот момент? С кем? С бабушкой, с мужем, с кем? Ну, если готовлю днем, то с мужем или с бабушкой. Подожди, а если ночью еще готовишь? Ну, в основном готовлю ночью, да, потому что дети спят, и у меня есть спокойно, я могу, никто вокруг не ходит, я не должен никто вокруг ходить. Ну, как бы по правилам. Я тут все убираю, все обрабатываю и сразу как бы готовлю и до утра, ночью до утра, пока дети спят. От заката до рассвета. Да. Ты как творческий человек все ночью делаешь? Продаю в основном я, поскольку Бернара ночью работает, готовит, и после этого нужно, естественно, отдохнуть. Покупателя не удивляется? Мужик, который продает зефир. Насколько? Да, поначалу, наверное, удивлялись, но сейчас уже привыкли. И запомнили. И запомнили. Понять и простить. Да, и ищет именно меня. Кстати, про бороду. Насколько повлияло она на то, что продажи увеличились? Продажи от бороды не увеличились, но я стал заметен. Получается, чтобы были хорошие продажи, нужно отрастить косу, усы такие, как и у Мюнхгаузена, бороду и все, и все попрет. Да нет, не обязательно, просто нужно как-нибудь выделяться из общей массы и все. Вместо яиц мы покупаем вот такой вот белок яичный. А, то есть вы яйцо не используете? Вместо яйца готовый уже яичный белок. Да, потому что заморочено, это нужно три ванны, нужно обрабатывать очень долго, поэтому нам удобно вот такой вот белок. И не нужно потом думать, куда девать желтки еще. Вот, и вот запаковываем в такие зип-пакеты пюре и в заморозку. А вот здесь что сейчас находится? Здесь клубничное пюре. Давайте покажу, смотрите, сахар в какой храним. Во время готовки часть продукции изначально оставляем для пробников, то есть специально, чтобы угощать своих клиентов. На пробу? На пробу. Кстати, мы тут недавно общались с Граф Жираф, это занимается кожными изделиями, и он такую тему сказал, такую мысль, что если ассортимент маленький, ну допустим одного изделия всего 2-3 штуки, то продажи автоматом встают. То есть насколько важен ассортимент, не знаю, чтобы было именно все 8 вкусов и рисок или там, не знаю, весь ассортимент вкусов зефира. Конечно, людям нужно обязательно выбирать. То есть чувство выбора. Чувство выбора обязательно для людей. И в ассортименте должен присутствовать еще такой продукт-спутник, который не приносит прибыли, но он, допустим… Например? У нас есть такой продукт, называется Fudge. Это что? В Британии это такой шоколадный десерт на основе сгущенного молока, а в Британии это бабушки готовят своим внукам его, вот как наши бабушки, блинчики по утрам, допустим. Его примерно такая же популярность. Это пасса какая-то? Это конфеты такие. А, конфеты. Ну, как нарежешь. Нарежешь в форме конфета, будут конфеты. Такие домашние конфеты, ручную работу. Впереди маркет ближайший. Сколько нужно взять коробок зефира, ну, чтобы быть во всеоружии? И сколько коробок, не знаю, ирисок зефира? Коробок, ну, 20, может быть, сделаем, да. Ярмарки в парках бесплатны для участников? Во-первых, это только начинающий сегмент. Это наши новые партнеры в развивающемся бизнесе. И мы хотели бы создать максимально комфортные условия. Их становится больше, слава богу. То есть мы начинали с каких-то первой тысячи. Со второй сегодня уже мы перевалили за 26 тысяч самозанек, которые зарегистрировались в Казани в последнее время. Когда пройдет ближайшая ярмарка подобная? И сколько ждаете участников? На этой неделе, в субботу, мы их пригласили. Дай бог хорошей погоды. И количество будет зависеть от них, от самих. Парк большой, места всем хватит. Вообще, для нас, для меня лично, это такая отдельная история. Потому что я вырос в семье самозанятых. То есть в советские времена, правда, это по-другому называлось. Моя мама, она вязала шарфы, шали. Поэтому я хлеб самозанятых хорошо знаю. Он непростой. Он абсолютно не таких высоких доходов. В том же шарфе, который, во-первых, надо было сначала связать. Он стоил 50 рублей, а-ля Махеровый. Но он не Махеровый был, там, из пряжи такой специальной. 35-37 рублей была себестоимость, а надо продать, в лучшем случае, за 50. Прямо сейчас разыграем два подарка от графа Жирафа. Копируем также ссылку. Всем желаю удачи. Два у нас будет уникальных победителя. И 3-2-1. Азат Рафаэлевич, Найтбот. Пишите в директ, разберемся с вашими презентами. Сколько стоит вот курс, не знаю, на кондитера или курс? Ну, вот зефирные курсы, они не такие дорогие. А, они так и называются, зефирные курсы? Да, ну, где-то в районе тысячи двух за курс. Ну, он такой вот, как бы, просто онлайн, да, просто онлайн уроки. И, как бы, все. А вообще, вход, как считаешь, в бизнес ваш дорогой? Сколько вот нужно денег, чтобы заняться, не знаю, производством дома, кондитерских изделий, сладостей? Ну, мы входили, наверное, тысяч тридцать у нас ушло. Куда ушли тридцать тысяч? Мы купили, хотя нет, меньше, тысяч, может, даже двадцать. Вот, двадцать. Мы купили миксер за семнадцать с половиной тысяч. Это, по сути, все основные вложения, да? Да, и, как бы, у нас уже вся посуда, как бы, дома есть. Купили ингредиенты и все начали. Миксер крутой. Миксер мы купили на грант. А сколько такой стоит? Мы отдали за него шестьдесят пять тысяч. Шестьдесят пять? Ну, это такой уже профессиональный, да? Да. Мэрия Казани выдает активно сейчас гранты по сто тысяч рублей. ИП никто ничего не выдает. Почему решили поддержать самозанятых? С ними, когда встретились, как раз выяснили, что для того, чтобы начать что-то свое, небольших денег, это требует. И определили сумму сто тысяч рублей. И вот мы сказали, для того, чтобы было какое-то движение, первый шаг в этой большой важной работе, мы определили сто грантов по сто тысяч рублей. И вот то первые семьдесят девять уже получили на семьдесят десятых миллионов рублей. Они тоже разные гранты могут быть. В комиссию входят сами самозанятые. Я, как мэр, вообще никакого отношения к этому не имею. То есть, кому выделяется, принимает решение специальная комиссия с участием самозанятых, представители исполкома. Кто-то покупает новое оборудование, кто-то компьютер, кто-то на обучение, кто-то на стажировку тратит. Но это то, что позволяет им дальше развиваться и развивать свой бизнес. Маленький, небольшой, но свой. Ну вот в среднем, в месяц, сколько выходит? Чистыми? Да. Ну, тридцать, может. Это максимум. И это при условии, что вы каждую выходную участвуете в ярмарках? Нет, это вот в среднем. А получается, если хороший месяц, то можем и шестьдесят. А вот тридцать-сорок тысяч чистого дохода, это сколько ночей работают? Бессонных? Ну, недели, двенадцать дней. Нет, десять-двенадцать дней. Это десять за ночей? Да, да, да. Ну, такой, я бы сказал, за тридцать-сорок. Ну, проблема была в том... Сейчас все разбегутся, скажут. Зачем нам такой бизнес? Нифига, он не сладкий. Ну, проблема была в том, что я училась, еще дети. И мы как бы вот так вот прям активно не развивались. А вот сейчас вот начали уже... Учеба у меня закончилась. Как бы унистет закончился. Дети чуть постарше стали, стало чуть полегче. И уже вот начали вот активно именно в Инстаграм бить. Запускаем таргетированную рекламу. А сейчас сколько подписчиков в Инстаграме? А сейчас две тысячи семьсот. Ну, то есть еще набирать и набирать? Еще набирать и набирать, да. Наша цель хотя бы к концу года до пяти добить. Ну, мы стараемся, вот мы начали таргет подключать. За несколько недель мы добрали сто с чем-то человек уже. Ну, для нас это пока хороший показатель. Мы растем. Это уже покушается, да? Сколько стоит реклама в Инстаграме? Сколько в таргетинг вкладывали? Таргетинг вкладываем не очень много. Где-то на одну публикацию тратим около тысячи рублей. Месяц, ну, сейчас тратим немного, где-то пять тысяч. Вы еще и сайт запустили. Давно, кстати, сделали? Ну, где-то месяц примерно. Сколько стоил? Стоил только за обслуживание семьсот пятьдесят рублей. За обслуживание семьсот пятьдесят? Да. Но это не дешево, кстати, каждый месяц семьсот пятьдесят. Да, не дешево, но там можно купить пакет на двенадцать тысяч за год. Вы такой взяли? Нет, мы пока семьсот пятьдесят рублей платим. Понятно. На какой платформе делала? Делали на тильде. То есть это сама бесплатно, да? Сама делала, да, своими руками. Неделю-две сидела. Тут, как бы, там корректировала, здесь корректировала. Ну, как бы, тильда очень такая юзер-френдли. Легкая? Да, с ней легко работать, да. Таймин дорого стоит? Нет, сто пятьдесят рублей в год. Хотя он такой довольно-таки, ну, простой, легко вбить там за Феррари. Ты хочешь сказать, еще и фотки сами делали сюда? И фотки сами тоже делали. И для Инстаграма тоже весь контент вы заливаете сами? Пока тоже сами все делали. То есть никого не нанимали? Учились, тоже курсы проходили по фотографии. Подожди, ты еще и курс по фотографии прошла? И по фотографии, и по введению Инстаграма, и немножко по тильде тоже брали какой-то. Сколько это все стоило? По Инстаграму ты сказала? Да. От двух до десяти, да? Да, ну, по фотографии был недорогой, потому что это состоял уже в классе, там фотографии, и уже он не обошелся в полторы тысячи. Полторы? Да. А макеты, тильда, сколько изучили? А макеты, тильда, он был как бы в рамках одного большого курса по открытию кондитерской, там сам курс весь стоил 20 тысяч. Слушай, все вместе, если сложить, получается на то, как открывать, на продвижение, на то, где найти клиента и как продать, стоит гораздо дольше выучиться, чем на то, как делать зефирки. Заявка не одобрена. Вам отказано. К сожалению, в заявке отказано. Извините, но нет. Вам отклонено. К сожалению, все банки отказали. Одобрена. В смысле, одобрена? А как же плохая кредитная история? Вам одобрили? Можете забирать свой автомобиль. Оформим за 30 минут всего под бум документом. Оформи автокредит с низкой полтора ставкой. Подаем заявки в 15 банков-партнеров. Спасибо большое. Дорогая, одобрена. Смотрим дальше. Друзья, вот прям уже пошел такой стойкий клубничный аромат, вкусный. Уже прям практически зефир. Но это еще основа, да? Это да, основа. Сейчас мы будем заливать сюда сироп. Давай делаем. Есть ярмарки, где ты куда-то ходишь бесплатно. То есть тебя приглашают и просто потому, что хотят тебя видеть. А много таких бесплатных ярмарок? Не очень много. То есть в основном везде платите? Да. А в среднем сколько стоит? В среднем 3-4 тысячи. 3-4 тысячи это за 2 дня? Смотри, вот в такой хорошей ярмарке сколько можно заработать? Вот, допустим, вы участвуете. Заработать чистыми. Не-не, вот вообще выручка за оба дня сколько? С хорошей ярмарки, ну, 40-50. 40-50. А чистыми сколько зарабатываете? Ну, 20-25. То есть около половины, процентов 40 у тебя уходит на затраты, на аренду? Да, да, где-то так. А есть такая ярмарка, которая круче, куда стоит прям идти и там 100% лучше продажи, лучше, больше выручка? Опен Спейс Маркет, Косян Базар, Вкусная Казань. А сколько стоит в Опен Спейсе участие сейчас? Два дня 9 тысяч. Два дня 9 тысяч. И вот за 9 тысяч ты заплатила, вы 2 дня постояли и продала примерно 40-45 тысяч. Да. Из них твои 25 чистыми, ну, примерно. Да, ну, гарантированно, да. Ну, смотри, я знаю, что Опен Спейс не так часто проходит, он раз в сезон, там, раз в 2-3 месяца. Раз, два, три, четыре раза в год примерно. Три-четыре раза в год. Да. А в остальное время на таких ярмарках там такие же выручки или меньше больше? Нет, там выручки меньше. Если бы там были такие выручки... Я бы уже была миллионером. Да. Нет, там поменьше, то есть от 10 до 20-30, где-то вот так вот. От 10 до 20-30 за 2 дня? Да, да. И там, получается, твоих тоже в районе там 20 тысяч там условно. Да, где-то 15. 15, 18 где-то вот так вот. А это у вас что такое за помещение? Это вот я занимал высокую должность в сфере строительного бизнеса и потратил остатки своих накоплений для цеха. То есть это будет в будущем цех? Да. Надеюсь, это перерастет в производство зефира. Ну, в будущем хотите это делать? Это уже такая не самозанятая будет история. Тогда уже полноценную фирму откроете и возьмете. Надеюсь, да. Создадим новые рабочие места и как бы вот хочется выиграть какой-нибудь грант, чтобы закончить это дело. Все круто. Ночью делаешь заготовки, днем муж продает на выходных. А не думали заняться, не знаю, активно продажами через Инстаграм, я знаю, там, может быть, через сайт? Ну, вот через Инстаграм сейчас активно занимаюсь. Я прохожу различные курсы по развитию Инстаграма, как правильно там показывать себя в сториз, как не бояться показать себя в сториз. Со своей продукцией? А вообще, ну, курсы платные или нет? Платные, да. Сколько стоит? От двух до десяти тысяч за курс. Ну, а ты сколько отдавала? Я уже отдала, ну, тысяч сорок, наверное. Сегодня наших подписчиков ждет розыгрыш. Оставляйте комментарии, мы обязательно разыграем специальный презент. Да, коробочку и рисок наших фирменных. Все сластеные, пишем комменты. Наша цель – выйти в магазины под реализацию, чтобы в какой-нибудь большой сетевой ритейл зайти. Но проблем в том, что, как бы, сертификация у нас здесь же в данный момент… Лицензия должна быть, да? Да. А статус самозанятого не позволяет на данный момент сертифицироваться. Поскольку это такой пробел в законодательстве, это, ну, как бы, просьба. То есть, когда исправят, вы поставите на полки магазина. Да, мы поставим. И там уже будет не сто коробок, а все триста. Нет, там будет уже тысяча коробок. Если ты производишь и, то есть, продаешь там же, где производишь, то сертификация не нужна. Пять советов, пять лайфхаков лично тебя, нашим подписчикам. Что нужно сделать, чтобы стартануть успешно, если ты занимаешься сладостями, не знаю, тортиками, ирисками, и зефиром? Вот с чего начать? Во-первых, нужно завести инстаграм и вести его регулярно, не бояться показывать себя, потому что это очень важно для потребителя. Первое. Не надо, как бы, экономить на продуктах. Это очень важно. Люди сразу чувствуют, когда начинаешь... Качественные продукты? Второе. Качественные должно быть оборудование, которое не подведет в какую-то важную минуту. Если хотите, чтобы у вас получилось так же, как у Бернары, с ее зефирками и ирисками, пишите комментарии вообще, как вам бизнес, насколько интересно и как вообще, легко или просто делать такой сладкий бизнес. Ириски, похоже, согрелись. А это что значит? Значит, будет вкусно сейчас мне. А уж тут же мягкое. Друзья, хотите тоже ириску? Пишите комменты, жмите на колокольчик, ставьте свои лайки, и мы обязательно разыграем. Смотрите сколько. Пишите на колокольчик, ставьте лайки, и подписывайтесь на канал.